Утверждение доходов бюджета, реорганизация поликлиник, введение границ охранных зон, это ключевые темы заседания членов правительства. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Девятимесячный бюджет исполнен полностью. В ближайшее время стратегический документ утвердят депутаты. На повестке дня членов Кабмина грядущие доходы региональной казны. Резервы большие. Сейчас республика недополучает львиную долю НДФЛ. Свыше 20% трудящихся продолжают давать заработную плату в конвертах. Их необходимо выводить из тени. Они должны делиться с государством, по крайней мере, и должны отчислять эти налоги для того, чтобы дети ходили в школы нормальные, больницы были отремонтированы. У нас совместная задача вместе с органами исполнительной власти, каждой по отраслевому направлению и с муниципалитетом вместе выявлять. И, соответственно, мы не должны допускать нарушения прав граждан и трудовых, и социальных. До конца года мы планируем по легализации трудовых отношений выполнить 100%. Ряд муниципальных образований уже выполнили и перевыполняют эти цифры. Члены правительства одобрили и проект регионального Минздрава. Ведомстве предлагают объединить эндокринологический диспансер с клиническим госпиталем для ветеранов войн. Это пойдет на пользу и пациентам, и медицинскому персоналу, который останется на своих рабочих местах. За счет объединения больниц будет выслуждано дополнительное средство на укрепление материально-технической базы, ремонт, повышение и повышение заработной платы медицинских работников. Если сегодня смотреть по эндокринологическому диспансеру, там же оказывалось только терапевтические пособия. Отсутствовала реанимация, отсутствовала хирургия. Будет выстроено нормальное направление работы с перереспределением потока пациентов. И еще один важный проект. Вокруг памятников Василию Чапаеву и Андриану Николаеву, усыпальницы Ефремова, монастырской школы и Владимирской церкви установят охранные зоны. Ведь это объекты культурного наследия республики и страны. В этом году только уже 80 объектов культурного наследия расположено в АллатРе, полностью охватили весь город. Средняя стоимость работы обходится где-то 38-40 тысяч. Сергей Геннадьевич, как изменится использование земли другими хозяйственными субъектами по этому участку? Застройку вести невозможно будет? Нет, застройки там есть ограничения, не более где-то 5-6 этажей. Проект зоны охраны прошел общественное обсуждение. Рассмотрено соседание научно-методистского совета по культурному наследию при Министерстве. Также проект постановления согласован, установлен в порядке с заинтересованными органами. Проект постановления Кабмина согласовали и с администрацией города. Вопреки тому, что в границе предлагаемой охранной зоны уже возводят 8-этажный дом. Данные ограничения не позволят им вести дальнейшее строительство, что вызовет у них вопросы, вызовет суды. А проект документов зачем тогда согласовали вы? Мы не согласовали. Без принципиальных возражений? Мы не согласовали, по-моему. Ну как? Ваш архитектор города согласовал. С учетом того, что там, если вы публичные слушания уже проводили, их надо ограничить по строительству 8-этажного или 9-этажного дома. Вот нельзя делать. Облик мы там вообще изменим в худшую сторону. За последние годы мы перевели 2000 гектаров земель сельхозназначения для расширения города Чебоксара, Алексей Легович. Вот новые микрорайоны, там 25-этажные дома, они должны быть в одном из микрорайонов. Михаил Игнатьев поручил изучить спорный вопрос совместно с главным архитектором республики. Варианты решения проблемы необходимо выработать через неделю. Мы должны дополнительно писать, где, в чей адрес, для того, чтобы протокольно было все это зафиксировано, чтобы лишние судебные споры нам не начинать. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.